Меня зовут Лера. Мы не со всеми знакомы, не со всеми встречались. Я тот человек, который настоятельно приглашал вас прийти сегодня. Спасибо тем, кто дошел. У нас интересно будет. И решили, что несодержательных, вступительных и долгих слов не нужно, поэтому ближе к делу. Сегодня встреча шестая по числу очных. Она посвящена войне и экологии. И то, в каком русле она посвящена, мы узнаем по ходу встречи. Поэтому начнем с Димы ради настроения, а дальше продолжим. Да. Ну, когда мне Иржи сказал тему сегодняшней встречи, я как бы понял, что я бесполезен. Но есть одна песня, я думаю, многие ее знают. Мне кажется, она написана еще до того, когда поднимались эти вопросы. Но мне кажется, она полностью отражает проблематику, в которой везде это видно. Ну вот. Песня в солнце. Да, я ее учил только сегодня. Да ладно? Кто сказал? Кто сказал? Все сгорело до тла. Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла. Нет. Она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять. Что ж такое? Ну, вот это всегда. Да, я не тот ритм взял, кто не понимает. И поэтому я ложу. Сейчас я все заново. Кто сказал, что земля умерла, что она затаилась. Ну, что ж такое, Дарин? Может, мне нельзя было начало, я понял. Это потом вырежется, да? Нет, нет. Хорошо. Нет, надо вырежать. Только это для основной. Пальчик, давай разделим. Слова одеты, а потом можно. Нет, нет, я прям все хорошо буду. Нет, сейчас. Мне просто надо ритм вспомнить, и я тогда это сделаю. Кто сказал, что земля умерла, нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не в вечерном пальце море. Кто поверил, что землю сожгли, нет, она почернела от горя. Как разрезы траншеи земли, и воронки, как раны, зияют. Оголенные нервы земли, и земное страдание знают. Она выдержит все, переждет. Не приписывай землю к летам. Кто сказал, что земля не поет? Нет. Кто сказал, что земля не поет? Кто? Нет. Поет она с тонкой лужа, изо всех своих ран, изо души. Ведь земля, это наша душа. С сапогами И выдав дай душу Кто снял, что земля умерла Нет, она затаилась на время Вот Ну, собственно, спасибо большое Владимиру Семеновичу За то, что сочинил такую песню Ну, а дальше уже мы переходим К официальной части Здравствуйте, уважаемые гости Меня зовут Мельник Люба Я впервые на этом проекте являюсь спикером Я бывший студент, естественно, географического факультета Педагогического университета И ныне работник музея-заповедника Сталиноградская битва Казалось бы, две совершенно неравные специальности Но, тем не менее, сегодня Ира Москвитина пригласила меня в качестве спикера Для того, чтобы поговорить о проблеме, которая, на первый взгляд, никак не взаимосвязана с друг другом Это война и эволюция человека Ну, перед вами первый слайд, как раз-таки, который раскрывает название нашего первого вопроса И хочу сказать, что сегодня мы с вами не будем говорить на именно лекционной части о Сталиноградской битве конкретно Я не буду приводить примеры, связанные с этим великим сражением Если у вас возникнут какие-то вопросы, уже за кругом столовом вы сможете мне их задать Война – это слово злостное, и оно означает разрушающую силу Которую разделяет существование государства, страны, индивида, человека на две бездны – до и после И война существует ровно столько, сколько тысячелетий существует наше человечество У нас каждое поколение получает свою войну Существует множество теорий зарождения войн Первая теория, поведенческая Утверждает, что человеку по природе вещей свойственна агрессия И вот свою агрессию он выливает в предрассудки В агрессию против рас, против религии, против вероисповеданий и каких-то преубеждений Согласно мультузианской теории Вся война сводится к конкуренции человечества за ресурсы и за различные блага жизни Третья теория – эволюционная психология, которая раскрывает следующую точку зрения По эволюционной психологии война – это аналог поведения животных Ну и хочется сказать, что животные агрессивны по своей природе Но в человеческой среде обитания эта агрессия выливается именно в войну То есть идет конкуренция также за партнерство и за ресурсы Но тем не менее, данную теорию опровергают многие ученые В том числе ученый Джон Кеннеди Не тот самый Кеннеди, президент Америки, а именно ученый И он считал, что организованные войны Они несколько отличаются от поведения животных Они с ними несравнимы И в первую очередь по части технологии Действительно, конечно же, человек использует многочисленное оружие массового поражения С самых-самых первым времен его существования Которое действительно наносит огромный урон природе И не связан никак с экологией Ну и хочется сказать, что социальные факторы и воспитание Они играют важную роль именно как раз-таки в рассмотрении организации войны И война все-таки является именно человеческим изобретением Ведущим как раз-таки свою разрушительную силу уже много-много веков И война имеет свои исторические и социальные корни Человека нельзя назвать жертвой войны Именно потому, что он является творцом всех вооруженных конфликтов И на нашей встрече я постараюсь раскрыть лишь некоторые аспекты влияния войны на эволюцию человека Ввиду ограниченности времени Действительно, сначала, может быть, конечно, вы сейчас, когда услышали «Война и эволюция человека» И многие, в принципе, когда я говорила о том, что я готовлю доклад именно на эту тему Говорили, а как они вообще связаны, война и эволюция человека Вообще, какое они взаимодействие имеют друг на друга И у меня к вам вопрос в связи с этим Как вы считаете, вот просто ваше предположение Как война связана с эволюцией? Вы не стесняетесь? Предлагайте свои версии Мне просто интересно, потому что, я повторяюсь, мы лишь некоторые вопросы здесь расстроим Вообще совсем малую часть, потому что, конечно же, для того, чтобы рассмотреть все полностью Нужно очень много времени И в рамках одной лекции, как раз, наверное, полтора часа Это бы хватило, чтобы действительно более-менее охватить полностью вопрос Ну, то, что первое приходит в голову То, что если в ходе эволюции Те группы, которые были более воинственные И, главное, более успешные в войнах Они получали преимущество Соответственно, это та самая спорная теория группового отбора То есть, и, соответственно, они оставили больше потомства И, соответственно, мы воинственные Потому что наши предки выигрывали именно за счет этого Да, про это я буду говорить, что действительно Читается, что именно в войнах был задействован Наиболее сильный потенциал человечества То есть на войну выходили действительно сильные, здоровые, крепкие люди С хорошим генофондом Но оставались именно слабые, можно сказать, моральные, физические люди И действительно происходил такой отбор в двух средах Относительно друг друга Еще какие сферы влияния? Об этом мы скажем чуть попозже подробно Можно отметить влияние войны И рост промышленного производства военного На промышленность и вообще на науку И на сферу хозяйства человеческого общества Поэтому есть очередь на медицину, на социальное развитие То есть все достижения научно-технического прогресса Они потом переходят Ну не все, конечно, но в большей части переходят Да, тоже есть Ну да, точка зрения такая интересная И правильно действительно Потому что развитие вообще Все развитие производства по факту сейчас сводится к гонке вооружений То есть мы каждый год разрабатываем все новое и улучшенное оружие Для того, чтобы поражать и поражать противника По факту противник одного нашего вида То есть мы человек, гомо сапиенс И мы воюем с нашими же, с такими же, как и мы людьми Но еще есть такие моменты О которых, наверное, тоже, может быть, не биологам Как бы сразу тяжело подумать Война, во-первых, предполагает миграция населения Которые также являются ненаправленным фактором эволюции Понимаете, когда приходит война на Землю Естественно, мирное население должно быть эвакуировано Огромные скачки как раз-таки численности приводится Демографическая диспропорция, половая диспропорция Опять же, после любой войны, вы понимаете Преобладает именно поколение мужского пола Простите, преобладает женского пола И дети, и старики И мужчины, в большей части, конечно, воинов погибают Об этом свидетельствует многочисленная статистика И еще один такой момент, который я вам сегодня раскрою Наверное, сейчас я когда скажу о нем, вы сразу скажете Ах, да, точно Войны влияют на мутации Которые как раз-таки являются материалом для эволюции И благодаря мутациям возможно зарождение новых признаков А мутации возникают под действием как раз-таки Многочисленного вооружения И мы сегодня поговорим с вами про три основных вида оружия Массового поражения, в том числе про ядерных Как раз-таки, которые вызывают сильнейшие мутации Но обо всем по порядку И хочется сказать, что исследователи По-разному оценивают роль войны в эволюции человека Но вот как раз-таки то, о чем мы говорили То есть нельзя однозначно ответить на проблему Война это хорошо или плохо и как она влияет Есть исследователи, которые признавали роль войны Именно в позитивном ключе Точнее сначала в негативном ключе признавали И война, как я уже говорила Предполагает гибель именно сильного населения Здоровых людей, крепких С хорошими физическими и моральными показателями И тем самым ухудшается генофон человечества Но после каждой особенно большой войны Становится хуже во всех смыслах Но в первую очередь именно в нравственном И другие придерживались противоположной точки зрения Выделяли позитивное воздействие войны На общую эволюцию человека Ну и вот как раз-таки перед вами портрет Известного ученого Чарльза Дарвина Он связывал совершенствование Типа человека с войной Многие его последователи развивали эту мысль И они считали, что война была движущей силой Человеческой эволюции И вот как раз-таки всемирно известная личность Фюрер Германии Адольф Гитлер Считал войну и все посвенные связанные с ней явления Мощным инструментом достижения чистоты Выше человеческой расы Естественно, выше, как вы понимаете, в кавычках Потому что так считала только как раз-таки Носовская Германия По мнению некоторых исследователей В своей политике Адольф Гитлер Опирался именно на знания эволюции И Евгеники А последний скажу чуть позже Перед вами фотография известного ученого Артура Кейта Он ведущий британский специалист По эволюционной антропологии И он писал сразу после Второй мировой войны Я вам зачитаю сейчас цитату Чтобы увидеть, как эволюционные меры И племенная мораль Энергично внедряются в дела современной Великой нации Нам следует обратиться к Германии 1942 года Гитлер свято верил Что эволюция представляет собой Единственную верную основу Для национальной политики Доказательство этого утверждения Можно обнаружить в знаменитой книге Адольфа Гитлера Майн камф Моя борьба Где делается особый акцент На дарвиновскую борьбу за существование И выживание сильнейших Для того, чтобы определить До какой же степени Повлияла теория эволюции Эволюционные знания На как раз таки Гитлеровскую политику Можно обратиться именно К самой книге Майн камф И вот в предисловии книг Говорится о том, что Гитлеровские теории О немецком народе И внешней политике Германии Не столько имели под собой Экономическую подоплеку Сколько были тесно связаны С гитлеровской биологической Интерпретацией истории С романтической идеализацией Крестьянина и его право Возделывать землю С собственными руками С гитлеровскими теориями Рас и государства И Гитлер действительно Распространяет теорию Естественного отбора На законы природы в целом И приходит к выводу Что эти же законы Действуют и на человечество Что подтверждало Как раз таки Для него действие Естественного отбора Ну и вы понимаете Конечно же Естественный отбор На человека Ни в коем образе не действует То есть это применимо Только к животному миру К растительному Однако эта логика Ведет к ошибкам Чреватым плохими последствиями Народное государство Должно поместить расу В центр жизни Оно должно следить за тем Чтобы детей рожали Только здоровые Государство Должно стоять На страже Тысячелетнего будущего Перед лицом которого Все эгоистичные Желания Личности Должны рассматриваться Как ничто И подавляться На службу этому знанию Должны прийти Самые современные Средства медицины И государство Обязано запретить Размножаться всем У кого есть явные Или наследственные болезни Это непосредственно Цитата из Майнкапфа Таким образом На смену Неотъемлемым Правам личности Пришли Принципы Евгеники Основанные на Дарвинизме И даже Применяемые на тактике На практике Но естественно Вы понимаете Что Гитлер Интерпретировал Евгенику по-своему Давайте с вами разберемся Что же такое Евгеника Само слово Евгеника Греческого происхождения В периоде Породистый Это учение О селекции Человека О селекции Которого Было применимо Именно к человеку И а также О путях Улучшения Его наследственных Свойств Ну и Основателем Евгеники Является Двоеродный брат Чарльза Дарвина Ученый Фрэнсис Гальтон Учение Получило Своё зарождение В Англии И Было призвано Это учение Бороться С явными Явными Вырождениями В генофонде Человеческом И сторонники Евгенических Программ Они активно Считали Активно Боролись Как раз таки С этими Вырождениями Искали различные Способы Поиска Как раз таки Нивелирования Вот этих вот Последствий Путём физического Уничтожения Или Исключение Их носителей Из Процесса Воспроизводства Евгеника Была Широко Популярна В Первые Десятилетия 20 века Но Как я уже Хочу Сказать На самом деле Евгеника Это очень хорошая Наука Очень правильная И когда она Только получила Своё зарождение Она развивалась По правильному Вектору Но именно Политика Нацистской Германии Как раз таки Сделала репутацию Евгеники Очень плачевной Очень печальной Именно В том ключе В котором Мы сейчас Можем ее Видеть И Евгеника Была Популярна Именно В третьем рейке В нацистской Германии Предполагала Евгеника Именно Как раз таки В этой стране Благодаря Этому режиму Стерилизацию Всех Неполноценных Опять же В кавычках Людей Это евреи Цыгане Люди с психическими Отклонениями И Коммунисты В том числе Затем Было принято Решение Да То есть Это отдельная Категория Диктора Выделялась Гитлерами Неполноценные Люди И Коммунисты Затем Было принято Решение Большей Сообразности Их физического Уничтожения То есть Вместо Того Чтобы Каждого Человека Стерилизовать Проще Их Массово Уничтожить Перед вами Кадры Кадр Сжигания Печи Человека Кадр Крематория И Вообще Многие Нацистские Евгенические Программы Они сначала Производились В рамках Так называемой Государственной Программы Предотвращения Вырождения Немецкого Народа Как представителя Арийской Расы А Впоследствии И Захваченных Территорий Вот эта Программа Активно Проводилась И Эти Евгенические Программы Они Предполагали Следующее Введение Во-первых Это программа Эвтаназии Т4 Ну то есть Это уничтожение Психически Больных Людей И вообще Больных Более Пяти лет Как уже Недееспособных Как уже Ненужных Далее Это Преследование Гомосексуальных Мужчин Также Проявилась Такая Политика Ливенсборн Это Программа Воспитания Детей Которые Которые Были рождены В зачатии От Чистокровных Немцев От сотрудников СС И Чистокровных Немок Вот это Воспитание В этих Детских Домах Предполагало Как раз Таки Опять же Полное Наследование Чистых Генов Скажем Без Различных Примесей Окончательное Решение Еврейского Вопроса Полное Уничтожение Евреев Ну или Вы знаете О явлении Холокост Вот это Ничто иное Также План Ост Предполагалось Захват Восточных Территорий Соответственно Значительное Сокращение Населения Как раз Таки Опять же Ввиду Предотвращения Размножения Именно Нечистой Нижшей Расы Ну и О Событиях Которые Происходили Тогда В Гитлеровской Германии О той Политике Которая Наводилась На всех Захваченных Территориях Много Слов Может быть Сказано Но Тем не Менее К счастью В 1945 Войска Красной Армии Прекратили Как раз Таки Действия Гитлеровской Германии Третий Рейх Пау Но Мы С вами Прекрасно Знаем Что Если Не помнить Своего Прошлого То Оно Будет Повторяться Об этом В свое Время Сказал Американский Философ Джош Сантоян Но Для человечества Важно Осознание Того Что Исторический Генофон Сложился В результате Длительной Эволюции И обеспечивал Приспособление Человека Конкретно Фактором Среды То есть Различный Цвет Кожи Разрез Глаз Это не что Иное Как приспособление К условиям Среды Ну Я думаю Каждый Из вас Все равно Курс Биологии Помнит И когда Мы проходили Раз Опять же В рамках Раздела Эволюции Вы помните Что мы говорили О том Что Черный цвет Кожи Распосабливал Людей К существованию В низких Широтах Предотвращал Попадание Сильных Ультрафиолетовых Лучей на Кожу Также Вот такой Кучерявый Волос Для того Чтобы был Нужен Разрез глаз Опять же Имеет Своя Это Одно Средство Адаптации К окружающей Среде То есть По факту Конечно же Люди Все одинаковые Имеют Один Химический Состав Клетки И прочее Но Просто Различаются Именно Своей культурой Своими Внешними Проявлениями Но Генетическое Разнообразие Людей Как раз таки На популяционном И индивидуальном Уровне Всегда носит Очевидный Адаптивный Характер Действительно Очевидный Независимость От того Генетическое Разнообразие Предопределило Многообразие И динамичность Развития Человеческой Культуры И высшее Достижение Человеческой Культуры Именно с точки Зрения Биологии Гомонистический Принцип Равноценности Всех Людей И Это Сохранение Генофонда Который Не подлежит Конечно же Искусственному Отбору Ну а Третья Позиция Исследователей О том Как же Эволюция Как война Влияет на Эволюцию Человека Она Исходит Опять же Из двух Таких Противоположных Явлений То есть Одни Говорят Что Война Стимулирует Прогресс Это то О чем Мы говорили Как раз Так Было сказано Что Действительно Война Стимулирует Рост промышленных Предприятий Стимулирует Гонку Вооружения Разработку Нового Эффективного Оружия Простите Нового Эффективного Оружия Но с другой Стороны Вот эта Взрастающая Разрушительная Сила Она Приводит Как раз Таки К Уничтожению Гуманизма Среди Людей И Совершенствование Человеческой Цивилизации С каждым Годом Способствует Развитию Эффективных Средств Войны Научно-техническая Революция Привела К тому Что Действительно Сейчас Задействованы Все среды Обитания Для Как раз Таки Применения Этого Оружия Куда Не посмотри Космос Вода Почва Земля Воздух Везде Существует Опасность Того Что Будет Применено То ли Иное Оружие Разработанное То ли Иную Державу В секретном Образе Либо В открытом И Технический Прогресс Он Открыл Широкие Возможности Для Производства Средств Массового Поражения И Те средства Поражения О которых Мы с вами Поговорим О них вы наверняка Слышали Это биологическое Химическое И ядерное Оружие Как самые Основные Те средства Которые имеют Действительно Большой Очаг Поражения Именно Массовое Применение Которое Сразу Приводит К Последствиям Начнем Мы с вами Разговор С биологического Оружия Но опять У меня К вам Такой Вопрос Как вы Думаете В чем Заключается Суть Применения Биологического Оружия Что Подразумевается Под Биологическим Оружием Микробы Вирусы Да Это Штаммы Микроорганизмов Вирусов Грибков Да Действительно Различные Такие Структуры Которые Активно Используются Для Массового Поражения Но и Действие Биологического Оружия Оно основано На Действительно Большом Очаге Поражения Потому что Оно Распространяется По Обширной Территории И Самое Главное Что Биологическое Оружие Зачастую Имеет Длительный Инкубационный Период Оружие В отношении Какой-либо Державы Страны Либо Популяции Именно Людей Нельзя Долго Судить Потому что Просто Признаки Того или Иного Заболевания Которые Планировали Зачинить Как раз Какие-то Группы Людей Долго Вот этих Признаков Не проявляется И Хочется Сказать Что Биологическое Оружие Оно Действительно Как раз Таки Подразумевает Культивацию Микроорганизмов Либо Распространение Таких Возбудителей Как Чума Малярия Инфекционные Другие Заболевания Сибирская Язва Брутеллез Холера Желтая Лихорадка И другие Ее виды Энцефалит Весенне-летний Также Сыпной Брюшной Тит Грипп И дизентерия Натуральный Оскар То есть Опять же Человек Шагнул далеко И Наука В этом плане Конечно Она Приносит Свои плоды Но здесь Они идут По другому Вектору Развития Именно поэтому Биологическое Оружие Было Международными Законами Запрещено К использованию Вообще К применению И в принципе К разработке Как раз таки К изготовлению Оружия Был сделан На этом Огромный упор Но тем не менее Опять же Гонка вооружения Продолжается Если не открыто То тайно И Опять же Вот это тайное Гонка вооружения Стремление Иметь превосходство На другим державами Оно тоже Приводит К печальным Последствием И вот Опять же Возвращается К словам Того Что Война идет Растут Промышленные Предприятия А это Влияет на человека Да Влияет И в данном Случае Не лучшим Образом Негативное Оказывает влияние Разработка Биологического Оружия Известны случаи Массовой Гибели Людей На предприятиях Которые Занимались Как раз таки Этой Разработкой И Особенно Страшны Те случаи Когда Из-за той Илиной Катастрофы Либо Из-за той Или иной Неполадки Как раз таки Вот эти Возбудители Эти микроорганизмы Прорываются наружу И оказывают Воздействие Именно на мирное Население И Хочется сказать Что страшная Катастрофа Произошла В 1979 Году Когда В результате Аварии В Свердловске Ныне Это Город Екатеринбург На заводе По производству Бактериологического Оружия Возбудители Сибирской Язвы Прорвались И уже Непосредственно Вот эта волна Прошла Над жилыми районами И Огромное количество Мирного населения Тогда погибало От неизвестного В количестве В кавычках Заболеваний Потому что Конечно же Пресса Точнее Об этом не объявлялась Об этом не говорилось Пресса Все держала В тайне В секрете Но потом Когда уже информация Начала просачиваться Уже непосредственно Не было смысла Скрывать И тогда Сказали что Немирное население Простые граждане Погибли Из-за того что Они купили На базаре Просто несвежее Отравленное мясо То есть Вот так вот Они объяснили Как раз таки Вот эту вот Аварию На предприятии Химическое оружие Еще одно Один вид Оружия массового поражения И Опять К вам вопрос Химическое оружие В каком виде Проявляется И Каким образом Держава Так или иначе Его использует В каком Тихо Но последнее время Ни в каком Последнее время Ни в каком Всю вторую мировую войну Ждали Таскали противогаз Да, да, вот, как раз таки, да, противогаз таскали, ждали, действительно, но, правда, после Второй мировой войны уже не было такого прям, действительно, массового средства применения. Ну, вот сейчас я расскажу о применении химического оружия, но химическое оружие, его использование заключается как раз таки в использовании боевых токсичных химических веществ, в котором, как раз таки, к которым относятся отравляющие вещества. И, опять же, химическое оружие, как и биологическое, оно носит широкий радиус распространения. И вот вы сказали, Александр Владимирович, насчет того, что не применяли оружие, не применяли, но вот сейчас я вам приведу пример, как раз таки уже после Второй мировой войны. Известно, что в войне во Вьетнаме Штаты, Соединенные Штаты Америки активно использовали отравляющие вещества. Никаких шансов, естественно, у мирного населения от использования этого оружия спастись не было просто. Начиная с 1963 года, Соединенные Штаты Америки распылили над Вьетнамом 72 миллиона литров дефолиантов. И вот эти дефолианты, они применялись для того, чтобы уничтожить леса, где скрывались вьетнамские партизаны. Ну и также, конечно, непосредственно при бомбардировке населенных пунктов. И использование смеси как раз таки вот этих дефолиантов было такое вещество, как диоксин. Это вещество оказывает отравляющее влияние на все системы человека внутренние, в том числе оказывает негативное влияние на печень, на кровь и на нарушение беременности, то есть вообще дальнейшее ее прерывание. И в том числе, как последствия опять же выяснилось, диоксин очень влияет на развитие плода, то есть ведет к врожденному уродству. В итоге от химической атаки в общей сложности пострадало более 5 миллионов человек. Причем часть из них испытала на себе последствия вот этого как раз таки химического оружия уже много после окончания войны. Бомбардировка едва не послужила причиной тогда экологической катастрофы, ведь в результате действия как раз таки данного химического оружия были почти полностью уничтожены редчайшие мангровые леса, которые находятся вообще всего в четырех точках нашей планеты. Также на территории Вьетнама было уничтожено около 140 видов птиц, в отравленных водоемах сократилась резкая численность рыбы, а даже если она была, то естественно уже в пищу она была непригодна, потому что также была отравлена. Плюс ко всему в большом количестве раскладились чумные крысы и даже было такое явление, как произошло изменение видового состава среди комаров, то есть эндемичные комары, которые были во Вьетнаме, превратились, можно сказать, в малярийных и, соответственно, несли дальнейшую угрозу. В некотором роде последствия применения химического оружия в Вьетнаме имеют действие и сейчас, то есть в стране до сих пор ощущаются как раз таки его проявления, то есть и по сей день рождаются дети с нарушениями психическом развитии, с вот такими выраженными родствами, как вы можете видеть на слайде. Прошло уже столько лет, а действие оружия, действие вот такой как раз таки политической борьбы проявляется и по сей день. Ну, наверное, к самому разрушительному виду оружия, к самому опустошительному относится, конечно же, ядерное оружие. Но я вас сейчас спрошу, надеюсь, вы мне тоже в форме ответите, приведите мне самый яркий, единственный, наверное, пример, именно применения ядерного оружия в качестве... Да, да. Гитлеровский рейд был повержен, но Вторая мировая война продолжалась и шла она в Юго-Восточную Азию и в бассейне Тихого океана. Так вот, по истечении как раз таки трех месяцев со дня подписания акта о капитуляции фашистской Германии, Советский Союз начал боевые действия с Японии. И вот по распоряжению правительства США, без какой-либо военной необходимости, в Японии впервые было применено ядерное оружие. 6 и 9 августа 1945 года на два японских города, Хиросима и Нагасаки, были сброшены атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк». Но, естественно, вы понимаете, что такой прорыв, такой врыв, действительно, вторжение в мирную жизнь населения, оно понесло глобальные катастрофические последствия. Жертвами налета на Хиросиму стали тогда более 90 тысяч человек в Хиросиме, в Нагасаке около 60 тысяч человек. И еще 150 тысяч человек скончались последующие пять лет после вот этой как раз таки страшной бомбардировки. Три цвета характеризуют для меня день, когда атомная бомба была сброшена на Хиросиму. Черный, красный и коричневый. Черный, потому что взрыв отрезал солнечный свет и погрузил мир в темноту. Красный был цветом крови и пожаров. Коричневый был цветом сожженной, отваливающейся от тела кожи. Так вспоминает то леденящая кровь событие Хибакуси. Хибакуси – это живая жертва атомной бомбардировки, которая находилась в 300 метрах от эпицентра взрыва. Все поражающие факторы ядерного оружия направлены непосредственно на ненанесение тяжелого ущерба здоровью и жизни человека. Например, ударная волна, которая распространяется во все стороны со сверхвыковой скоростью, при непосредственном воздействии на человека наносит ему тяжелейшие многочисленные травмы. Происходит разрыв кровеносных сосудов, внутренние переломы. И вообще эта волна воспринимается как резкий удар, резкий толчок. На многие километры вокруг врываются из домовых стеклах, что говорит тогда уже о людях, которые находились буквально в огромной близости к эпицентру взрыва. И при косвенном воздействии люди погибали от нанесения телесных повреждений именно обломками. Еще одним поражающим фактором ядерного оружия, который наносит непосредственный ущерб человеку, это световое излучение. Поток энергии, включающий в себя ультрафиолетовые лучи, инфракрасные лучи. И вот это световое излучение, оно образовано продуктами взрыва и раскаленным воздухом, который вызывает жуткие ожоги на теле людей. И порой вот именно световое излучение, оно вело к мгновенной гибели человека. То есть действительно, находясь в близости, сразу же почти стопроцентный ожог тела происходил. 90% людей, которые находились в радиусе километра от эпицентра взрыва, сейчас еще покажу фотографию, да, как раз таки ожог. Вот одна из жертв, которая уже, ну не то чтобы забыла, но прошли эти страшные дни с окончания этой бордировки, но следы ее находятся на твоем теле, постоянно тебя не напоминают. Так вот, 90% людей, которые находились в радиусе километра от эпицентра взрыва, погибли мгновенно. Их тела обратились в уголь, а световое излучение оставило силуэты тел на предметах, на ступенях, либо на стенах домов, если человек не находился просто рядом стоял, например, там курил, или вот известная фотография, когда человек сидел просто на ступенях банка, прогремел взрыв, и буквально ничего от него не осталось. Вот как раз таки она перед вами. И еще один поражающий фактор, о котором не догадывались японцы, это проникающая радиация. И исследователи, которые изучали около 100 тысяч жертв двух японских бомбардировок, около 100 тысяч хибакуси, они показали, что канцерогенез, то есть формирование злокачественных опухолей, это наиболее частое, как раз таки, наиболее частое последствие облучения при вот ядерном взрыве. Ну и первыми среди раковых заболеваний, которые поражали население, являлись именно лейкоз, то есть заболевание крови. Ну и лейкемия, она долгое время держалась на пике, но потом пошла на убыль. Но опять же, вместо лейкемии заняли другие раковые заболевания, которые причиняли тяжелейшие мучения японцам, опять же, в связи с Второй мировой войной и с этими глобальными разрушениями. Просто не было в Японии должных средств на лечение, не было аппаратуры, не было медикаментов, не было нормальной помощи. И ужасные ядерные бомбардировки Хиросима и Нагасаки послужили источником сведений о долговременных последствиях воздействия радиации на людей. И для изучения этого вопроса в США и в Японии была сформирована специальная комиссия, которая обследовала жертв атомной бомбардировки. И нелегко было следить вообще за судьбой как раз таки этих жертв, потому что нужно было выявить, на каком радиусе находились они от взрыва. Также нужно было просчитать дозу радиации, которая воздействовала тогда на людей. И особое внимание обращалось на четыре возможных нарушения. Это ненормальный исход беременности, то есть либо рождение мертвого плода, либо серьезные врожденные пороки. Также смотрели на смертность новорожденных, смотрели за нарушениями, дефектами развития и за ненормальным вариантом белков, то есть изучали именно химический состав. И среди выживших жертв наблюдалось увеличение числа хромосомных заболеваний, повреждений, но удивительно, что не очень высокое количество наследственных нарушений было у потомства. И облучение, вызванное применением атомного оружия, может послужить причиной мутации, которая действует непосредственно не только в соматических, но и в половых клетках. Именно мутации в половых клетках наиболее опасны, потому что мутации являются материалом для эволюции, и больше мутациям подвержены именно женские половые клетки, нежели мужские. И опять же, благодаря изменению хромосомного состава, именно изменению вида хромосомы, почти все вредоносные мутации могут отразиться на следующих поколениях, то есть они могут передаваться, соответственно, это выливается как раз-таки в долгое-долгое продолжительное влияние вот этих взрывов на уже последующие поколения, даже спустя многие десятилетия, что сейчас и происходит. Потому что сейчас в двух городах, Харасима и Нагасаки, каждый десятый житель считается как раз-таки Хибакусь, именно жертвой атомной бомбардировки. Естественно, их дети, их внуки, они до сих пор испытывают на себя влияние вот этих вот мутаций, которые с ними произошли. И мутантное воздействие, оно связано не только с непосредственной радиацией, но и с радиационным загрязнением, которое обрушилось тогда на два города, то есть это частицы пыли, частицы грязи, которые тогда просто осадили площадь вокруг города, огромную территорию, огромное пространство. И человечество подвергает, конечно же, себя серьезному риску, используя вот все эти виды массового оружия, массового поражения. И все использование приводит к, конечно же, непредвиденному генетическому последствию. То есть действительно сложно сказать, как впоследствии все эти мутации отразятся на других поколениях, спустя, может быть, сотни лет. Тяжело об этом говорить, долговременно это процесс. И вообще, в принципе, мутации, они способны полностью изменить человека как биологический вид, об этом придется, опять же, об этом приходится только догадываться. Но, тем не менее, опять же, такой вот вопрос должен возникнуть у каждого в голове. К чему же приводит война? То есть сейчас мы видим одни последствия, видимые, но можно говорить и о скрытых последствиях, которые действительно сложно пронаблюдать. И в свое время известный, опять же, ученый Альберт Эйнштейн сказал, если в Третьей мировой войне люди станут воевать атомными бомбами, то в мировой войне номер 4 нам придется воевать уже дубинками. Ну, я думаю, вы поняли смысл этого изъяснения, то есть, возможно, полное перерождение человека как вида, и нужно об этом задуматься. Конечно, мы с вами сейчас, находясь здесь, в этой аудитории, не можем повлиять на ход политических решений, правильно? Но, тем не менее, я думаю, что, изменив что-то внутри себя, это поможет изменить и окружающие вопросы. Нужно только начать. То есть, опять же, никаких не должно быть расовых предубеждений, расовых предрассудков, какого-то негатива к людям. То есть все зарождается с малой, действительно, с таких тонких вещей, как воспитание, как социальное влияние. Ну, и, вот, наверное, это те аспекты, о которых я успела рассказать только вот в рамках этого семинара, в рамках этого выступления. Конечно, еще хотелось бы поговорить о эмиграциях, о других вообще последствиях войны. Но время-время бежит, и еще у нас есть второй спикер. Поэтому на этом я свое выступление заканчиваю. Благодарю вас за внимание. Если у вас ко мне какие-то вопросы возникли, имеются, вы мне сможете задать на круглом столе. Вам большое спасибо. Мне тема была задана, так скажем, скорее, о том, как влияет война, вообще войны на экосистемы, на природу. То есть, как войны влияют на человека. Ну, вот мы, в общем, выяснили. Это, конечно, действительно далеко не весь спектр возможных воздействий. Действительно, да, вот важное, что я бы, например, отметил, эволюция именно человека. Да, это большое количество миграций, и в связи с этим рост гидрозиготности в следующих поколениях. То есть, смешанные браки самые разные. Ну, и наш город Волгоград, это классический пример послевоенного такого места, где почти нет, в общем-то, коренных жителей. То есть, таких вот чистых, чистокровных царицынцев, там, в каком-то там поколении. Ну, можно пересчитать по пальцам, там, сотен. Любых, вот, выбрать, если. Вот. Кстати, вот интересно. Вот у присутствующих есть предки, жившие еще в Царицыне? У кого-нибудь есть вот? Ну, в Царицыне, как-то, это было очень давно. Ну, хорошо, но вы же знаете, что они жили в Царицыне, там, да? Вот у меня лично, например, нет. У меня одна ветвь, там, из Воронежской губернии, другая из Хабаровска, третья, там, из Петербурга. Вот, вообще никого здешних. У меня вот дядя, теща, украинская, склонграция. Вот это вот уже хорошо для нашего города, да. То есть, у нас эта редкость страшная. Вот это вот типичная черта таких вот разрушенных войной городов и мест вообще. Но это вот то, что касается людей. Я задумался, как сказывается война на природе, ну, за всю историю. Понятно, что воевали люди, ну, да, вот здесь мы видим знаменитую картину апофеоз войны русского художника-баталиста Василия Верещагина, который и сам погиб на русско-японской войне. В общем-то, то есть, как бы, рисовал войны и головы сложил на войне. Причем, будучи не солдатом, а, опять-таки, художником-баталистом. Ну, вот так, да. И каким-то вот удивительным образом, но это так, в качестве отступления, эта картина вот в цветах современного флага. одной воюющей с нами страны. Мы с ней как-то вроде не воюем, а она с нами воюет. Вот. Но суть в том, что, да, здесь, как бы, мы видим, да, и деревья засохшие, и вот горы человеческих черепов. Но, понятно, что черепа там будут не только человеческими, все страдает одинаково, хотя, конечно, мы должны понимать, что в подавляющем большинстве случаев специально на все, кроме людей и того, что связано с их жизнью, военные действия не распространяют. Просто из чисто экономических причин, потому что это дорого. Воевать дорого и убивать кого-то, кроме людей, ну, просто нерационально. Так бы и убивали. Вот. Ну, понятно, что, конечно, вот все эти проблемы, они кажутся такими очень глобальными, задуматься вообще о нашем месте в мире, да? Это вот одна галактика, которых известно сейчас немыслимое количество. Вот там где-то в крайнем рукавчике этой галактики вот маленькая планетка. Она действительно маленькая при современных средствах транспорта и связи. Вот. Но еще недавно, конечно, все было сложнее. Ну, и воевали, в общем, действительно всегда, сколько мы знаем. Ну, первые письменные источники, вот, если мы возьмем Ветхий Завет, это жуткая кровавая баня. Там придали заклятие. Вот это вот слово «заклятие» здесь в переводе, оно трактуется в разных случаях. Иногда посвящение Богу, иногда потальное истребление. Но посвящение Богу в форме тотального истребления. Это вот такая интересная мысль. Ну, то есть, как бы, принесение в жертву всего. Всего города. Это когда войска Израиля захватывали город Иерихон, филистимлянский город, и истребили там все, в том числе всех животных, ну, в общем, все посевы, все, что там было. Вот. Но это скорее исключение. Никому не надо было на самом деле вот там валов, овец и ослов убивать. Зачем? Их можно как-то использовать самим. Поэтому это исключительный случай. В те времена никто особенно не старался. Но могли посевы пожечь, конечно. Потому что единственным средством массового воздействия на экосистемы, вообще на что-либо вокруг, долгое время в руках человека остался только огонь. Ничего другого люди не могли. Потому что те имеющиеся у них инструменты, которые были, ну, вот, это, собственно, не так давно. Это уже вполне исторические времена. Ну, вот, лошадка, которая вполне себе сойдет за обычное такое дикое животное по своему воздействию на природу. Холодное оружие. Ничего особенного. Но огонь давно освоили, поэтому что-либо поджечь всегда любили. Дело такое хорошее. Все горит. Ничего не надо делать. Уже само горит. По ветру пустил огонь. Это называлось там пустить красного петуха в русской традиции. Прекрасно этого петуха пускали по любому поводу. Но все равно то, что можно пограбить, старались беречь. Поэтому долгое время войны никакого специфического влияния на природные экосистемы оказывать не могли, потому что тот же огонь, ну, тоже штука вполне природная и нередко случающаяся. Ударила молния во время сухой грозы, там, вулкан какой-нибудь, да что угодно. Ну, хватало случаев, когда все-таки огонь возникал по естественным причинам. И, в общем-то, единственное, что могло сказываться, это частота пожаров, ну, и их некая целенаправленность. Когда людей стало много, ну, собственно, когда войны начались, их уже было довольно много, тут другой фактор стал сказываться гораздо больше, это хозяйственная деятельность человека. И там тот же самый огонь тоже на ура применялся, выжигали стерню на полях, выжигали пастбище, все это с трудом контролировали, опять-таки, в силу технического убожества. И контролировать это такой тоже не очень-то могли, тоже выгорали там сотни гектаров, и сейчас выгорают точно так же. Ну, когда появилось огнестрельное оружие, стало немножечко более суровым воздействием, но тоже не очень, потому что, ну, вот, например, вот это Бородинское сражение, ну, что мы здесь видим? Скорострельного оружия не было. Выстрелили раз-два, потом начали рубиться, чем попало, в том числе, вон, и... Да чем, что под руку попадется, ну, у кого есть сабли, повезло, там, у кого нет, какую-нибудь палку подобрал, вилами там этих французов, бедных наши крестьяне закалывали. Вот. Тоже природа страдала в незначительной степени. Где была Куликовская битва, ищут до сих пор. То есть, найти следы воздействия этой Куликовской битвы на природу невозможно. Бородинское поле, оно просто известно, но оно имеет вполне природный вид, является музеем-заповедником, и, в общем-то, чтобы найти какие-то следы, надо хорошо копать. Мы, живя в Сталинграде, знаем, в общем-то, даже по ближайшим окрестностям нашего города, что большая часть мест, пострадавших во время войны, практически восстановила природная экосистема. Наши степные экосистемы достаточно устойчивы к типичным военным воздействиям того времени. То есть, за прошедшие с этой войны годы, фактически за жизнь одного поколения людей, уже мы можем что найти? Ну, оплывшие, провалившиеся блиндажи, их очень много. На космических снимках их видно целыми городками, то есть, они хорошо видны даже из космоса при хорошей оптике. Мы можем, конечно, увидеть следующее. Вот там, в Огахтубинской племе, покрытой дубравами, очень трудно найти довоенный дуб. То есть, все дубы, которые там были, были выпилены либо во время войны, либо сразу после войны. То есть, они были нужны на те же блиндажи, на дрова, потому что ключевые события завершающего этапа Сталинградской битвы происходили зимой, ну, поздней осенью, зимой. И на восстановление города тоже. Характерно для войны что? Что никто не жалеет природу. Вообще, на самом деле, вот эта вся охрана природы, идея охраны природы, она сравнительно недавняя. И она высокоуровневая по потребностям. То есть, сначала надо там, грубо говоря, наесться там, выжить, все такое. А уже потом, когда мы сидим такие скучающие интеллигенты за тяжелые хорошего кофе, можно подумать, а вот природу-то надо бы беречь. Потому что людям вообще, антропоцентрическим таким людям, вот такой вот постхристианской цивилизации, вообще мало свойственно об этом задумываться, пока уже, ну, все остальные потребности более-менее не будут удовлетворены. А война, она ввергает человека в самое такое первобытное существование, когда ты живешь в какой-то яме, которую сам выкопал, питаешься, чем попало, пьешь тухлую воду, на морозе, все, ну и какая там природа, все сжечь, что можно. Там люди гибнут миллионами. Считается, что только у нас тут во время Сталинградской битвы суммарные потери обеих сторон там под миллион. Поэтому не до охраны природы совсем. Но возможностей всерьез ее разрушить у человека даже поколение назад практически не было. Ну, копать, блин, даже, ну, обстрелы, да, взрывы, ну и все, собственно. Ну, немногим больше, чем во времена войн 19 века. Пожары, да, пожары были, все выгорало. Вот точно такие же пожары в наши дни, снятые лично мной в нашей области. В самых разных биотопах. Так вот горят степи на гигантских площадях. Причем достаточно для этого одного трактора без пламя-гасителя или одного окурка, вот так вот выброшенного на обочину, не потушив. Хотя в каждой машине есть пепельницы на дверцах или где-то еще. Вот. Точно так же прекрасно загораются леса. И выгорают на огромных площадях. В 2010 году, вы знаете, вместе с деревнями целиком, у нас сгорело село Дворянское на Иловле, например, полностью. И вообще по России погорело много всего. Сейчас, наконец-то, запретили вот эти вот цельскохозяйственные палы, так называемые. Ну, правительству надоело отстраивать эти деревни, которые спалили не без участия их же жителей, скорее всего. Место отдыха. Ольховский лесхоз. Вот. Никакой войны не надо, чтобы выгорела масса всего. Но здесь мы, они молодцы, написали телефоны, мы вызвали пожарных, пожарные приехали примерно через 15 минут и все потушили. Это прекрасно. Единственное, что они код не указали, поэтому по мобильнику очень трудно было разобраться, как их вызвать. Ну, теперь, я надеюсь, все там нормально. Вот. Тростники, значит, горят вовсю. Это растение очень хорошо приспособленное для горения. Оно так борется с конкурентами. То есть, вот эти деревья все сгорят и погибнут. А тростник сгорит и выживет, потому что у него почки в влажной почве на глубине. У нас дачники думают, что они борются так с камышом, как они его называют, и жгут его. Ну, как говорится, не бросайте меня в терновый куст. Ему так хорошо, горят и сами дачники заодно, там эти дачи горят. И горят все деревья вокруг, птицы, животные, все, что там было. Никакой войны не надо, прекрасно справляются люди. Вот этот пожар мы с одной милой девушкой вдвоем тушили до трех часов ночи, чем было под рукой. Пожарные отказались туда ехать. Это колония серых цапель гнездовая. Вот на этих деревьях они гнезда огромные строят. Вон одна из них летит там вот наверху цапля. Они сказали этой девушке, которая туда отправила в Ленинск, к пожарным, ваши птицы, вы их спасаете. В общем, наши птицы. Мы их спасали. Но птичьи, птичьи гнезда мы отбили, они сохранились. Но пожар он пошел дальше по пойме, остановить мы его не могли. Вот. Никакой войны для этого не нужно. Вот так вот это все было. Это я поехал снимать цапель, но пофотографировал пожар. Потом мы дней пять откашливались еще с залой. Подошва расплавились, все здорово. Понятно, что во время войн все это принимает совершенно такие неконтролируемые огромные масштабы. Но по сути дела ничего нового это не вносит в обычный наш быфт. Все как горело, так и горит. Ну вот так еще для иллюстрации. Арчидинский лесхоз, можжевельник казацкий, который у нас в нашей региональной красной книге. Вот так. На огромных площадях тушил МЧС-овский самолет, прилетал с воздуха. Наши пожарные не справляются. То есть вот он растет, вот что от него остается. Конечно, боевые действия вызывают выгорание этого никакой МЧС-овский самолет точно не прилетит, понятно. Если прилетит, его собьют, поэтому все сгорает. Вот Донской природный парк, Задония, там за Трехстровской туда дальше. Там есть такие венцы возвышенности, на них дубравы. Вот во время войны на подступах к Сталинграду как раз там были ключевые сражения. Там полностью погибла одна наша танковая армия, там 100 танков, ну и немцев тоже там намолотили много. Значит, конечно, все венцы сгорели, потому что дело было в разгар лета, это август, понятно, что горело там все как порох. Но ничего, сейчас тоже венцы все выгорели несколько лет назад и ни одного живого дерева там не осталось, без всякой войны, без всяких немцев. То есть я о том, что большинство факторов, которые действовали в войнах, известных нам, ничем не отличаются или или от природных, или от хозяйственной деятельности человека. Бытовой, обычный. Вот трактор там искры метнул, ну и так далее. Все. Особенно распашка, это мой отдельный сейчас упомянет. Вот. Какие появились, ну, первые такие вот опыты, кроме выжигания полей или же чего-то, ну, пастбище жгли, конечно, вот. Кочевые народы жгли пастбище друг другу не в сезон, чтобы подорвать кормовую базу, это была война на уничтожение. Просто вы умрете, мы останемся и будем потом тут пасти. Вот. Один из таких ярких, но очень экзотических примеров, это пример истребления бизонов в Северной Америке. Бизоны это самые крупные копытные Северной Америки. Самые крупные. Вообще, на данный момент это самые крупные животные на всем континенте, вот, то есть у них там слоны не водятся, ну, и самые крупные вообще быки, так скажем. И вот их были миллионы, миллионы, то есть это еще и было самое многочисленное, одно из самых многочисленных копытных Североамериканского континента. Сейчас осталось, уже восстановив численность, там насчитывается тысячи, то есть снижение численности к нынешнему дню на три порядка, а выживали последние там, но это были сотни особей, от которых, собственно, их и восстанавливали. То есть сейчас, да, конечно, какие-то стада еще можно их увидеть. Вот. Вот так выглядит бизона. Ближайшие родственники наши зубры, от которых тоже в какой-то момент остались одни рожки и ножки. Почему мы здесь говорим про войну, собственно? Дело в том, что шла затяжная, многолетняя, десятилетиями война белых поселенцев и индейцев. Причем белых поселенцев уже не как самодеятельных поселенцев, а как вполне себе правительство Соединенных Штатов, которые только как раз недавно-то и возникли. И что мы видим, значит, индейцы, это была их основа их быта и питания. То есть они охотились на бизонов, мясо ели, шкуры использовали для жилищ, для одежды, для всего чего угодно, шерсть использовали, в общем, все, что только можно. Бизон перерабатывался весь. Кости использовались на инструменты, там, всякие самые разные. Вот. Поэтому, в общем-то, индейцы, которых тоже было не очень много, на численность бизонов сильно не влияли. То есть это был такой, можно сказать, симбиоз. Достаточно первобытный способ существования охота на крупных животных, в том числе и качели за их стадами и так далее. Значит, охотились с помощью примитивных орудий. Но потом, когда европейцы им завезли ружьи, конечно, ружьи тоже появились, но они не убивали бизонов просто так, они их убивали для дела. Конечно же, когда надо было с индейцами разобраться, вот эта вот картина одного американского художника, современника этих событий, то есть это можно сказать по его личным наблюдениям, а вот эта картина этого же автора называется «Последняя из своей расы». То есть шла война не просто, так сказать, потеснить индейцев, а истребить индейцев. Причем это была осознанная совершенно война на уничтожение. И бизоны, это был хороший способ, бизоны не отстреливаются. То есть индейцы воинственные, они были воинственные, они вполне могли и ответить. Бизоны не могли ответить. И поэтому вот примерно такие масштабы это все приняло. Это стена из черепов бизонов. При этом бизонов белые охотники не перерабатывали. Мясо в лучшем случае использовали, ну тут поесть там, рабочие вот, когда строили железные дороги, рабочих кормили дешевые, ну практически халявные такой продукции. Языки вырезали, языки ценились, языки коптили, ели. Вот, кости, ну в общем туши целиком бросали. Шкуры снимали, шкуры ценились тоже на обувь, на одежду. Так как бесплатно, к тому же. Вот, а туши гниющие, ими был завален весь вот этот огромный простор, на которых раньше паслись бизоны. Ну вот такая вот куча тоже черепов бизонов. Масштабы колоссальные. Масштабы колоссальные и самое главное, что совершенно бессмысленные. То есть этими бизонами эти поселенцы могли питаться прекрасно, вот, их было не так много еще. Но нет, их просто убивали. Ну, по зиме еще возили там куда-нибудь в рестораны, продавали это мясо. А так вот просто эти вот черепа, 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 бесконечно. Огромное количество. Пока не добили этих бизонов практически полностью. И когда, можно сказать, что природоохранное движение американское, оно зародилось вот от этого. Ну, а за ним следом во многом и все остальное в мире, потому что американцы были во многом первопроходцами в этой области. Ну, вот потому что на их глазах получилось же как. Наша цивилизация европейская, она, ну, как любая цивилизация, она развивалась постепенно и постепенно оказывала влияние на природу в своем вмещающем ландшафте. Мегафауна была истреблена быстро. Крупные животные обычно быстро уничтожались. А здесь они застали вот эти первичные эти стада. И на их глазах они же сами всех их вот превратили в кучу костей. И когда нашлись люди, которые начали выступать против этого, что не надо уничтожать бизонов. И вот даже бизон был потом помещен на доллары, на 10-долларовой купюре, вот на этой, это 1901 года купюра, когда уже бизонов поняли, что надо спасать, остались там последние сотни бизонов из миллионов, которые были всего-то каких-то там 200 лет назад. А вот на этой вот купюре, на 50-ти долларов изображен президент Грант, который наложил вето на закон о том, чтобы не добивать бизонов, потому что это была прям четкая политика. И его друзья, военачальники, которые воевали с индейцами, говорили, не станет бизонев, но бизонов не станет и индейцев. Все нормально, это говорилось прямо. И поэтому президент Грант наложил вето на этот закон, и пока уже совсем почти последние бизоны не были вытеснены с равнин, бизонов так и отстреливали. Причем отстреливали как? Например, железные дороги, проложенные через континент, люди, пассажиры этих железных дорог, ну, пользуясь этим как развлечением. То есть, это прямо пропагандируют, что здорово, заодно, вот пользуйтесь нашей железной дорогой, заодно можно пострелять прямо с движущегося поезда по бизонам. Ну, конечно, их никто не подбирал. То есть, ба-бах, бизон упал, ха-ха-ха, здорово, поехали дальше. То есть, поезд не останавливается ради этого. Это просто тир, вот такой тир. А заодно индейцам будет нечего есть, и они или куда-нибудь откачуют, или умрут от голода, что, собственно, и случилось. Численность индейцев сокращалась схожими темпами. Это самая демократическая цивилизованная страна, там уже выборы президента, все дела. Вот, они освободились от колониального гнета, потом победили рабовладельческий юг, вот они сейчас нас учат жить. Вот, значит, но Яустонский парк был организован для того, чтобы спасти последних бизонов, и тоже там долгое время никак нельзя было уж совсем запретить охоту, но потом все-таки запретили охоту на все. И вот это была первая особо охраняемая территория более-менее современного типа, которая и спасла вот эти вот остатки бизонов. Ну, правда, горные, там есть два подвида в Штатах. Вот горные бизоны в Канаде чудом сохранилось, вдруг внезапно в 1950-е годы нашли стадо в 200 голов, которое где-то там в лесах пряталось, и вышло к людям, когда уже, видимо, они поняли, узнали там в газетах, может, прочитали, что все, охота запрещена, вышли. И, в общем, сейчас более-менее все налаживается. Но это вот такой редкий пример целенаправленного истребления вида в военных целях, потому что он был основой быта и питания врагов. Это редкий случай, редкий случай. И не был при этом основой быта и питания вот тех, кто убивал. То есть столкнулись цивилизации совершенно разного уровня. Такие первичные охотники индейцы, которые еще не дошли там ни до разведения животных, кочевого, ни до земледелия, ни дальше-дальше. И вот эта цивилизация уже, так сказать, технологическая с огнестрельным оружием. Ну вот на этом столкновении вот так вот получилось. Ну, бизонов спасли, но численность их невелика. Экосистемы, конечно, изменились очень сильно, потому что копытные, миллионы копытных, играют огромную роль в них. Но вообще, если говорить о глобальных каких-то моментах, то гораздо большее разрушительное воздействие на нашу, например, природу оказывает вот это вот или вот это. То есть вот, собственно, последнее. Нет, это нет. Как раз дедушка Сталин хотел все сделать более-менее экологично, на научной базе. Здесь прямо до самой его смерти действовала с 1946 года экспедиция, комплексная экспедиция по полизащитному лесоразведению. То есть изучались земли, какие можно распахать, какие нет, где можно только пасти, лесополосы защитные посадить. Все. Но умер Сталин к концу 1953 года уже, то есть он в марте умер, в сентябре, значит, его преемник распустил, Никита Сергеевич Хрущев распустил эту экспедицию, и в следующем 1954 году объявил тотальную распашку всего без всяких лесополос и науки. Вот это Алексеевский район нашей области из космоса. Выпахано все. Вот видите, речечки вот так вот. Мы из-за этого потеряли последствия глобальные. Мы потеряли, например, около половины малых рек уже совсем, то есть их просто нет. То есть никакие войны не сравниваются с этим. И вот что интересно, если мы посмотрим на нашу Волгоградскую область из космоса, то мы увидим, ну, все в клеточку, видите, и вокруг все в клеточку, все поля. А вот здесь вот такой вот, видите, большой не распаханный кусок. Как вы думаете, что это? Ну, это Ильтон. Ну, Ильтон, понятно, вон он Ильтон, только вокруг него тоже поля. Нет, это копья же полигон. Да, это полигон, военный полигон Капустин-Яр. Единственный, не затронутый у нас распашкой кусок степей, большой, это военный полигон Капустин-Яр. То есть военные спасли для нас последний кусок степей. Ну, конечно, он там не совсем в первозданном виде, но плуг его не касался. То есть выглядит это вот так. На полигоне на этом я не раз бывал. Значит, нормальные такие, ну, южные, правда, степи, или так называемые пустыненные степи. Там прекрасно все, вот такие вот степи, вот такие вот тюльпаны. Там самая крупная известная у нас популяция ириса пленчатого из Красной книги России и так далее. Там степные орлы, самая крупная, опять же, популяция у нас именно там. Потому что никакой распашки, никаких полей и нет постоянного присутствия людей. Ну, военные есть, они тюльпаны, они не рвут друг другу, что ли, дарить. То есть орлов пугают немножко, но военных там не так много. Ну, ракеты иногда летают. Конечно, главный фактор там это пожары. Частота пожаров там самая высокая у нас в области. Но это и понятно. Вот он наш полигон Капустин-Яр. Это совместные пуски Искандеров и точки У. Здесь же еще в этот день пускали и смерчи. Все одновременно. Мы как раз за три дня до этого пересекли по диагонали полигон и видели, как все это разворачивается перед нами. Это было жутковато. Потому что мы поехали на машине вот так вот через полигон, а тут танки, бог знает что там, антенны на каждом холмике стоят, но еще не стреляли. И нас пропустили. Мы проехали до Дельтона. Но через день начались взрывы там постоянно. Это вот это все было. Это фотография с этих учений. Ну и вот. Но понятно, что там все загорается и не всегда тушит. И там, где оно падает, то тоже. В общем, вот. Это вот Искандер взлетает. Бронированная ракета. Ну и понятно, что горит там, будь здоров. То есть, если вот по космическим снимкам делали мои знакомые мониторинг, ну частота пожаров там огромная, конечно. Но степи, как я уже говорил, приспособлены более-менее к огню. А распашки нет. Хотя бы почвенный покров не нарушается. Нарушение почвы это очень глубокий процесс. Ну и наконец, вот мы сейчас, уже после Второй мировой войны, подошли наконец-то к тому, что можем оказывать глобальное воздействие на природу. Могучество человечества росло, росло и выросло. Ну химическое, понятно, бактериологическое оружие на природные экосистемы, практически никак не влияет. Потому что оно разрабатывается для того, чтобы убивать людей. То есть, это специфические штаммы микроорганизмов, специфические вирусы, которые должны убивать нас с вами. Более того, вот есть даже гипотезы, ну я думаю, вполне обоснованные, что там идет селекция, заточенная под конкретные возрастные группы, национальные группы, пол и так далее. Ну вот, в частности, вот эта история, про которую рассказывала Люба с утечкой сибирской язвы в Свердловске, известна статистика, что в основном от нее страдали мужчины возраста где-то так от 30 и до 45-50. Практически не страдали дети, старики, очень мало женщин было поражено. То есть, это что нам говорит? Это очень похоже на полувозрастной состав профессиональных армий. В то время советская армия была практически вся призывная, кроме офицеров, никаких контрактников практически не было. А профессиональные армии, американские, например, европейские, они, как раз под них, видимо, это и создавалось. Сейчас уже, конечно же, видимо, создаются и расово-специфичные штаммы, которые будут там, например, прекрасно выкашивать там одних вьетнамцев, а американцы будут живы-здоровы. То, чего у них не было во время Вьетнамской войны. Современные методы работы с генетикой позволяют многое. Поэтому для животных, конечно, для каких-то для растений, уж тем более, биологическое оружие практически никак не влияет. Люди умрут, да и слава богу, как бы, да? Их спокойно съедят всякие птички и звери, и все. Химическое оружие тут сложнее. Но химическое оружие применять стали все меньше, потому что оно слишком опасно для применивших. То есть, причины тут вовсе не гуманные. Все конвенции, которые запрещают. Конвенции заключают тогда, когда нужды особой нет у тех, кто лидирует в отрасли. То есть, те, кто лидирует, это, конечно, Европа первым делом применяла, ну, тот же Иприт, Фазген, все это применялось. Хлор, естественно, самый элементарный, применялся немцами в Первую мировую широко. Вот. Слишком опасно для своих. Нередко бывало, что ветер вдруг сменился, все это полетело в твои же окопы, и все прекрасно. Вот. Поэтому химическое оружие исчерпало себя в основном в этом. Но. Вот тот пример, о котором мы говорили, мы еще помянем про дефолянтовый Вьетнам. Это, конечно, не совсем химическое оружие в общем смысле. Оно не было рассчитано на поражение живой силы. Оно было как раз рассчитано на поражение экосистем. Вот. Это да. Это применялось. Значит, ну и некоторые редкие экзотические случаи не самых развитых держав, вроде того же Ирака, с весьма сомнительными военными последствиями, в общем-то. Но ядерное оружие, вот ядерное оружие, это действительно штука более серьезная. Ядерное оружие дает очень мощное физическое и химическое воздействие. Но самое главное, то есть в принципе, ну, сейчас мы разберем его поражающие факторы, еще раз, именно в применении уже не к людям. Ну, это вот подводный взрыв. Потом они были запрещены. Сейчас действует конвенция по запрету, давно уже, по запрету испытаний, Московская конвенция, так называемая, по запрету испытаний в трех средах. То есть на земле, в воздухе и под водой. Только подземные испытания. И то на них мораторий сейчас. Значит, а это вот кораблики, да, масштаб хороший, правильно? То есть вот воздействие. Ну вот, оно уже морское испытание. То есть, представляете, вот корабли, крупные корабли. И вот такой вот столб поднимается из воды. Вот. Это причем не самые мощные боеприпасы, которые вообще были разработаны. Самой мощной, как известно, это была наша советская бомба, взорванная на Новой Земле. Она сработала, точнее так, она была рассчитана на 50 мегатонн, считается, что сработала на 60 с запасом. То есть, недооценили мощность. А вообще, изначально сконструирована была под 100. То есть, у нее должна была быть еще урановая оболочка. И она должна была взорваться. Но урановая оболочка дала бы большое количество радиоактивных изотопов, заражения. Вот. А термоядерная, она дает мало радиоактивных изотопов. Поэтому заражения большого нет. Ну и, в общем, отказались от применения этой урановой оболочки. Вместо нее привладили туда какую-то совершенно нейтральную для веса, чтобы сработало все так же. Ну и взорвали. Вот. Значит. И мы видим масштабы воздействия. То есть, масштабы там жуткие, конечно. Надеюсь, мы с вами этого очень не увидим, хотя в мире напряженность растет. Вот. Но бывали испытания. И дело в том, что Новая Земля, конечно, полигон, находящийся в очень таких северных широтах. И там экосистемы непонятные, какие они должны быть. Они и так-то выглядят не лучшим образом. А вот испытания, которые это такие первые испытания, которые проводились, когда еще поражающие факторы не очень были изучены. Это американские испытания. Видите, вот люди, то есть люди в непосредственной практически близости от эпицентра. Без всякой защиты, в общем-то, в стандартной совершенно экипировке. Вот так вот. Идут в атаку в сторону эпицентра. Это к вопросу об интересном таком примере. Это так называемое ТОЦское испытание, ТОЦские учения на ТОЦском полигоне в Оренбургской области. Господи, чего я только фантастического не прочитал в последнее время про эти испытания. То есть, конечно, я все понимаю, да, испытания с участием больших количеств людей, это все негуманно. Но то, что пишут там, это, конечно, вот некоторые у нас любители. Это очень все интересно. Там, что там было 200 тысяч заключенных в эпицентре, которые погибли все. Зачем 200 тысяч? Для какой статистики это понадобилось? Непонятно. Причем это 54-й год. Это уже никакого Сталина, упыря нет. Это уже хороший, добрый дедушка Хрущев и оттепель. Это он подогревал оттепель так, чтобы теплее было. 200 тысяч заключенных он там зажарил, значит, по мнению тех, кто это пишет. 43 тысячи солдат погибло наших, значит, и так далее. Вот, значит, ну вот посмотрим. То есть, американцы раньше нас это все делали на людях. Наши узнали и решили, что нам тоже нужно собрать данные. Вот бомба такого типа была задействована, одна. Значит, и вот ее сброс. И вот этот самый взрыв на Тотском полигоне в Оренбургской области. Ну, есть видео этого взрыва, есть фотографии. Вот видно, как разлетаются красиво облака во все стороны. Ну, жуть, конечно. Все это делалось под командой маршала Жукова знаменитого. И что мы, собственно, видим там сейчас. То есть, ну, что они застали. Взрыв произошел над Дубравой. Дубовый лес, столетние дубы. Значит, в эпицентре они выгорели полностью. То есть, вообще исчезли. Люди туда пришли где-то через три часа после взрыва. Сначала туда заехал танк разведывательный. Радиационной химической разведки. Который расставил метки. Причем автоматически отстреливая их. Не выходя из танка. Значит, отстреливая разные уровни радиации. Затем пошли войска. Но они не пошли, конечно, через самый эпицентр. Где был самый высокий уровень. Но близко. То есть, это сотнями метров от точки подрыва измерялось. И, ну, по крайней мере, так в официальных отчетах. А не в рассказах про 200 тысяч заключенных. Если в тех рассказах, то все, конечно, пошли прямо в эпицентр. И там устроили пикник. Причем, видимо, еще до взрыва. Поэтому 43 тысячи и погибли. Значит, и они застали что? Они застали выгоревшие деревья в круге в несколько сот метров. Дальше пеньки. Дальше за сгоревшими верхушками. Дальше, в общем-то, более-менее целые деревья. Точно так же там были оплавленные самолеты и танки. Которых там проставили много, чтобы изучить поражающий фактор. И так далее. Есть подробный отчет. Сейчас он рассекречен. Наши рассекретили данные по этим испытаниям. Ну, по крайней мере, официально. Значит, вот это вот сейчас из космоса. Диаметр вот в этой проплешине, ну, вот так, диаметр 2 километра. 2 километра вот эти дубравы. То есть, на 2 километрах, понимаете, просто сгорел почвенный покров полностью. До материнской породы. Видимо, из-за этого там до сих пор не восстановилось ничего. Там даже травы почти нет. То есть, я видел фотографии наземные оттуда. Ну, есть трава, но такая вот, она нетипичная. Я бывал у нас здесь, вот, дело в том, что были взрывы. Этот взрыв был в 300 метрах над землей. Надземный взрыв. То есть, он не на поверхности. У нас здесь тоже проводились испытания на Капустином Яре, на полигоне. Их видели жители Сталинграда. Вспышки. И проводились испытания дальше полигона Асгир в западном Казахстане. Он непосредственно примыкает, в общем, к Астраханской области. Вот, от Баскунчака, где-то километров 80 на юго-восток. Там я был, там стоят руины лаборатории, где сразу оценивались результаты. С интересными, очень метками, этими трехлестничками на шкафчиках, из-под оборудования. Куча всяких реактивов, битых, все. Мы там были с дозиметром. Мы там ездили с дозиметром. Никаких следов радиации мы там уже не обнаруживали совершенно. Потому что взрывы в воздухе, они мало очень оставляют на месте. Все это улетает с облаком куда-то. Мы видели странные нарушенные места. Вот с таким странным составом растительных сообществ. Мне, как ботанику, это очевидно, что что-то здесь не так. И это явно не пахали. Потому что это уже пустынная зона. Там никто ничего никогда не пахал. Ничего не вырастет все равно. Поэтому, видимо, это и есть эпицентры взрывов. Но никакой радиации там сейчас нет. Да, но вот следы такие есть. Деревья здесь не восстановились. Но вот в центре там растет, вот видите, группка деревьев. Она не сама выросла. Там стоит памятный знак. И этот памятный знак, вот он, его потом просто обсадили деревьями. Там посадили эти деревья. Вот. То есть памятный знак, да, стоит. Ну, тут забыли написать про 200 тысяч заключенных. Но мы помним о них. Вот. Да. И... Но все равно обратим внимание на то, что ядерный взрыв очень дорогая вещь. Очень дорогая. Никто не будет засыпать ядерными бомбами всю поверхность. И вот то, что мы видим здесь. Двухкилометровая вот эта проплешина. Вокруг растет лес как роз. Ну, если так, я не помню точных цифр, но если оценивать количество ядерных боеголовок у России, что-то там, по-моему, в 1700, что ли, называли цифры, что-то около того. Ну, вот 1700 вот таких пятен мы можем там у потенциального противника, если все долетит, создать. И они у нас примерно так же. Боеголовок у них даже, по-моему, поменьше, что ли, я не помню. Ну, около того. Примерный паритет. Ну, даже применение всех ядерных боеприпасов друг по другу вот такого воздействия, ну, катастрофического, не окажет. Но, есть проблема. Во-первых, это маломощный боеприпас. Он всего чуть даже, ну, чуть меньше, чем вдвое, мощнее, чем тот, который сбросили на Хиросиму. Ну, вспомним, что в Хиросиме и Нагасаки люди живут. То есть, города стоят, никто оттуда не выселился, все на месте, люди живут. То есть, это не Чернобыль вовсе. Вот, значит, проблема с ядерным оружием, основная, вообще не вот в этом. А в том, что существует модель так называемой ядерной зимы. То есть, массированное применение ядерного оружия, как считается, приведет к огромным выбросам пыли в атмосферу. После чего, ну и пепла, пыли, всего, после чего просто небо будет закрыто этими облаками, потеряет атмосфера прозрачность. После чего наступит зима, похолодает и все, вымрет само. Ну, просто не будет урожая никакого, все животные помрут. Потом мы с вами тоже, доев тушенку, помрем из там государственных запасов и все. Вот, вот в этом основная опасность и для экосистемы, и для нас, и для всего. То есть, глобальная биосфера будет, в общем-то, можно сказать, уничтожена при помощи вот ядерного оружия. Ну, вот, собственно, видите, что творится вот там, вблизи эпицентра. Да, конечно, все выгорает, все там выносит, да. Вот, ну, ядерные взрывы, они красивые, но жуткие. Вот. Видите, какая штука? А это не ядерный взрыв. Это вулкан. То есть, в природе и без нас существуют силы, которые способны вытворять подобное. Ничуть не хуже, только что радиации нет. Вот, умение концентрировать радиоактивные материалы, да, в природе таких концентраций радиоактивных материалов, в принципе, нельзя представить. Ну, просто из-за физических причин. И поэтому, да, человек, ну, даже человечество далеко не все научилось их концентрировать. Всего-то ядерный клуб очень небольшой, только самые высокоразвитые страны умеют это. И вот, да, вот радиоактивное воздействие, оно очень специфично. А мощные взрывы, ну, вот знаменитый вулкан Крокотау, который уничтожил целый остров, да хватало таких взрывов катастрофических. Вулканы это вот, пирокластические потоки, которые сносят все живое на огромных площадях. Там этот взрыв с двухкилометрового проплешины в лесу, он кажется ерундой по сравнению с тем, что творится в природе и без нас. Но радость в том, что, да, и ведь вулканы, известно, что там Санторин, вот Крокотау, они понижали температуру, значит, климат изменяли на несколько лет. Тоже, то есть, нечто подобное на ядерную, похоже на ядерную зиму, но они не извергаются все разом. Вот в чем дело. А прогнозы применения ядерного оружия, они как раз такие, что применено оно, если уж и будет, так, наверное, все и сразу. Никто не будет одну там бомбу сбрасывать или ракету запускать. Вот. И вот в этом, собственно, проблема. А так вот, ну, вот достаточно все разрушительно. Вот если мы рассмотрим факторы, ну, классический такой советский плакат, ну, что тут у нас? Ну, все вот это разрушение, огонь, оно все есть и так в обычной хозяйственной деятельности. Любой завод влияет, дай бог как. Любая стройка приводит к таким же последствиям огромные проплешины с нарушенным почвенным слоем. Все разбито техникой. Что военной, что гражданской без разницы, только гражданской на порядке больше. И применение ее гораздо чаще. И вот остается только проникающее излучение, мутагенез, в первую очередь. Потому что надо понимать, что в природе, ну, биологу, циничному биологу, это все понятно. Что в природе на место погибших животных тут же придут с окрестности непогибшие. Большой эмоциональной взаимосвязи там у них нет. Каждое животное страдает отдельно. То, что погибла его бабушка, там голуби не волнуют абсолютно. Я недавно детям вот объяснял это, я говорю, понимаете, голуби, например, они не ходят в гости к бабушке. Они даже к маме с папой в гости не ходят. И мама с папой удивятся очень, видимо, если они способны, что там сын пришел к ним в гости. То есть у них нет эмоциональных связей друг с другом. Есть инстинкты. Вот там до определенного состояния вырастил, а потом пошел вон отсюда. И на моем гнездовом там участке, кормовом участке не появляйся. А иначе буду с тобой бороться, как и со всеми остальными. Вот. Поэтому, в общем, прекрасно займут их место другие, с окрестности все. Но мутации появятся. Ну, у нас есть пример. У нас есть Чернобыль, у нас есть Хиросима-Нагасаки, у нас есть Семипалатинский полигон, Нашкопьяр там и так далее. Ну, я не знаю. Вот все рассказы про каких-то жутких там волков, там шестиногих, я отношу туда же, куда и 200 тысяч заключенных. Вот. То есть, ну, ускорится в некоторой степени мутагенез, да. Вот. Заражение местности, ну, то же самое. Поэтому ядерное воздействие, воздействие ядерной войны опасно только массированным применением. Значит, ну, как и для всех. Если загустить все, то всем хана и тараканы, говорят, останутся вороны и что-то там еще. Крысы, да. Ну, крысы, да, крысы останутся. Съедят нас, потом, не знаю, отравятся, наверное. Вот. Ну, и вот еще один, еще примеры тоже из истории такой реальной, потому что ядерное оружие массировано пока, слава богу, не применялось. В основном в испытательных целях, но боевое применение известно два случая в Японии. Всего. И вот, когда я это читал, это было где-то начало двухтысячных, он еще был жив. Вот. Это вот, кстати, к вопросу, повезло или не повезло. Вот как это расценивать. То есть, с одной стороны, дважды попасть под ядерный удар их всего два. С другой стороны, выжить и дожить до таких лет. Дай бог здоровья каждому такому. Значит, вот это вот та самая история с дефолиантами. Огромное количество было их вылета. Четыре разных типа. Самые, ну, агенты так называемых. Они имеют цветовую кодировку. И самый из них известный, так называемый, агент оранж. Он применялся очень массово. Что такое дефолиант? Фолиум это лист. Ну, дефолиант это вещество, которое заставляет растения сбрасывать листья. То есть, вызывает искусственный листопад. Это было нужно для того, чтобы вьетнамцы не могли прятаться в джунглях. Это, после этого, американцы предпочитают воевать в странах вроде Афганистана, Ирака, там, Ливии и так далее. Где пустыней спрятаться некуда. Вот. Спрятаться некуда, потому что они навоевались в джунглях. Они воевали там несколько лет и ни к чему не пришли. Вьетнам стал социалистическим. Дефолианты были нужны в первую очередь для того, чтобы оголить джунгли. И вьетнамцев было там видно. И в обычной американской манере с воздуха их расстреливать. Все равно не получилось победить. Ну, и еще они рисовые поля. Там, где совсем были закоренелые коммунисты, они поливали еще рисовые поля, чтобы коммунисты умерли с голоду. Вызвали что? Да, вот жуткое количество всяких проблем, мутаций там и того и сего у местного населения. Немалое количество своих собственных солдат, как я уже говорю, при применении любого химического оружия, страдают не только те, кого хотят отравить. А там вообще якобы никого не хотели отравить, только листья сбросить. Но вылили туда этого добра очень много, последствий много. Считается, ну, такими подозрительными людьми, но я тоже из них, что они еще и испытывали как бы тактику ведения вот такого экоцида. То есть, вот воздействие на местность комплексного при помощи вот таких вот химических средств, уничтожающих экосистем. Вот. Известный очень пример. Ну и еще один известный пример. Это Кувейт. Как раз Ирак и Кувейт. Первая иракская война. Когда иракцы уходили из Кувейта, не знаю, зачем они туда полезли, честно говоря, я не понимаю, потому что вопрос был о нефти, и понятно было, что обязательно вмешаются американцы. Вот. И все. Они зажгли там практически все скважины. То есть, тушили их долго и весело, потому что потушить нефтяную скважину, да еще при таком неглубоком залегании нефти, как там, это большая проблема. Тушат их обычно взрывами. Ну, то есть, это все очень печально. И вот представляете, что там творилось. То есть, колоссальное задымление. Но опять-таки, в плане глобального воздействия на экосистему, ну, это не так уж и катастрофично, потому что любой вулкан выбрасывает, ну, помните вот этот вот исландский вулкан с жутким названием, да, он там выбросил дыма и материалы, да, летучего, думаю, больше, чем все вот эти скважины. Заодно свое извержение. Вот. Но, конечно, вот это тоже пример целенаправленного воздействия на экосистемы, просто чтобы напакостить. Просто чтобы напакостить, и заодно подорвать нефтепромыслы, ну, может быть, приподнять цены на нефть, но Ираку, я не знаю, я думаю, русские подкупили Хусейна, потому что России это было реально выгодно, а вот Ираку, ну, совершенно нет. Нефть они перестали продавать, ну, точнее, им запретили, значит, армию разгромили, ну, вот, а у России были довольно долго высокие цены на нефть. Вот. А от иракской армии там осталось вот так вот все. Ну, вот еще воздействие на экосистему, куча ржавеющего железа. Его много, его везде много, его и у нас много со Второй мировой. Ну, плохо это или хорошо, не знаю, для природы. То есть, честно говоря, вот, ну, еще вот из таких опасностей, которые есть, это захоронение химического оружия. Война это или не война? А я не знаю. Дело в том, что применение химического оружия, оно не сказывалось уж очень фатально. Но вот в Балтийское море, например, затопили в Балтийском море практически все немецкие запасы. То есть, союзники договорились, взяли и затопили. Причем, если англичане, американцы топили с кораблями вместе, то Советский Союз очень пострадал от войны, ему было жалко кораблей, поэтому высыпали прям так. Вот, просто высыпали, корабли оставили. Даже старые лоханки было жалко топить. Ну и правильно. Это вообще бесхозяйственность. Вот теперь на дне Балтики, мелководной Балтики, на глубине примерно 100 метров, лежит чертова уйма химического оружия германского. Уже начали вскрываться. Уже замеры показывают, что они там есть, эти вещества. Вот. Но, с другой стороны, это не совсем военная тема, потому что, например, около берегов Ирландии европейские страны точно так же топят в контейнерах радиоактивные отходы. И они лежат себе там, и тоже вскроются рано или поздно. А там районы тоже активного рыболовства, как и в Балтике, и так далее. Поэтому большой вопрос, есть ли здесь, опять же, военная специфика. То есть, из военной специфики, вот, наверное, ядерное оружие, это вот единственный такой титан, и то вот в плане воздействия именно радиации. Все остальное, ну, хотя, опять же, есть ядерные отходы с атомных станций. Мирный атом тоже опасен. Чернобыль нам показывает, что в Чернобыле люди в Припяти не живут, а в Хиросимис-Нагасаке живут. Так что еще тоже большой вопрос. Вот, остается глобальная ядерная катастрофа, доживем мы до нее или нет, не знаю, дай бог не доживем. Ну, а что будет дальше, как говорится, после нас хоть потом. Вот. Вот такой. Да. Вот. Так что вот, посмотрите внимательно картинку, видите? Постепенно, медленно наступает осень. Потом столь же медленно и постепенно все это белеет, наступает зима, все это покрывается снегом. Вот. И вот так вот, да. Потом снег постепенно, как сейчас, тает, все зеленеет опять, травка, и вот такие вот, такая вот вода. Когда я показал это одной своей хорошей знакомой, которая раньше злоупотребляла героином, она, она мне сказала, причем у себя дома, на таком, на пятидесять зимой плазме, такой, она говорит, Саш, ты меня так больше не пугай, я раньше такое могла просто так увидеть. Вот. Так что вот так. У меня вы это можете увидеть, ничего не злоупотребляя, не тратя на это деньги и свое здоровье. Но вот как-то так, если есть вопросы, то я вот, вот. Теперь можно затеять дискуссию, переходящую в драку. Это на драку так все отреагировали. Да, я понял. Ну, я знаю, да. До этого. Заметно, наверное, что, конечно, вопрос изученности влияния войн на экосистему, на биосферу, это, наверное, все-таки оставляет желать лучшего, потому что, ну, наверное, вообще смысла, наверное, этим заниматься нет, потому что войны всегда непредсказуемые, нельзя это возвести в какое-то русло предсказаний, поэтому, ну, говорить о каких-то нюансах воздействия на окружающую стрельну, наверное, вообще смысла нет. Вот. Только вот такими общими примерами, общими проблемами можно обойтись. Вот. Ну, и, на самом деле, у меня могла быть часть сегодня, Ира мне посоветовала взять, как бы, влияние войны на экосистему с точки зрения именно, ну, положительного отклика. То есть, ну, может быть, такое и есть. Ну, опять же, может быть, какие-то единичные примеры и есть. Удобрение трупами, видимо, такая шутка какая-то. Или сокращение численности человечества, ну, можно много чего придумать. Но, когда я попытался что-то найти, обнаружить, я понял одну важную вещь, и она как, я не знаю, у меня выводом всего стало вот в итоге, что, собственно, решение экологических проблем это всегда какое-то созидание, а война это всегда какое-то разрушение. И поэтому две вещи абсолютно противоположные, они просто никак не состыкуются. задача войны это разрушить, при том, желательно, посильнее. а задача поддержания биосферы это, наоборот, что-то создать, при том, потратиться именно на это. Поэтому, как правильно было сказано сегодня, что войны никогда не закладывают статья расходов на сохранение окружающей среды.